Здравствуйте! В студии Антон Исаечкин. Эфир 41 канала продолжает информационная программа «Воронеж. События. Факты». Смотрите сегодня в выпуске. Чудовище на дороге. В Воронеже сбит курсант МЧС. Крупный транспортный узел начнут скоро строить в столице Черноземья. К событиям в регионе мы вернемся после краткого обзора основных новостей в России и мире и начнем с международных сообщений. Турции угрожает приобрести вторую партию российских комплексов С-400, если США откажутся продавать Анкаре противоракеты «Патриот», а также истребить Лев-35. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Чувашоглу. Ранее Россия и Турция заключили соглашение о поставке четырех дивизионов С-400 за 2,5 миллиарда долларов. После этого США пытались убедить Турцию отказаться от российского оружия в пользу своих комплексов «Патриот». Но в феврале стало известно, что Вашингтон продаст противоракеты только в том случае, если Анкара разорвет сделку с Москвой. Эрдоган отказался, заявив при этом, что покупка российских ЗРК для Турции выгоднее американских. После этого Пентагон приостановил еще и поставки истребителей F-35. Анкара теперь говорит, что им тоже может найти альтернативу. Власти Нью-Йорка объявили о введении чрезвычайного положения из-за кори. Правда, коснется это только отдельных районов и продлится до 17 апреля. Любопытно, что из почти 300 случаев заболевания большинство зафиксировано в ультра-ортодоксальных хасидских районах города Бильямсбурге и Боро-парке. Пять человек даже угодили в реанимацию. Для справки, хасиды – это приверженцы крайне ортодоксальной формы иудаизма, которая включает массу запретов, в том числе и в области медицины. Мэр Нью-Йорка уже пригрозил, что тех, кто не сделает прививки, ждут крупные штрафы. Между тем, эксперты предупреждают, что кори гораздо опаснее, чем вирус Эбола и туберкулез. Новости наших ближайших соседей. Украина ввела новые санкции против России, расширив список запрещенных товаров. Правда, что именно теперь нельзя ввозить, пока что не сообщается. Начиная с 2016 года перечень запрещенки непрерывно пополняется. Например, в него входят кукурузный крахмал, глюкоза и мальтодекстрин, а говоря проще – патока. Под ограничения также попали российские компании, бизнесмены, депутаты и силовики, причастные, по мнению Киева, к инциденту в Керченском проливе, выборам в самопрозглашенных республиках Донбасса, а также имеющие отношение к строительству Крымского моста. Кремль эти обвинения отвергают. Федеральные новости. В Екатеринбурге от взрыва в жилом доме пострадали два человека. Оба госпитализированы в больницу с ожогами. 20 человек эвакуированы. Взрыв произошел в квартире на 14 этаже дома номер 46 по улице Мехренцево. В результате произошел пожар, охвативший площадь около 30 квадратных метров. По данным региональной прокуратуры, жильцы одной из квартир самостоятельно монтировали натяжные потолки с использованием газового баллона. По мнению экспертов, подобные происшествия часто являются следствием нарушения техники безопасности, а также использования непрофессионального оборудования. Точную причину ЧП в Екатеринбурге установят после пожарно-технической экспертизы. Финансовый университет при правительстве России провел опрос с целью выяснить, сколько денег нужно для достойной жизни среднего россиянина. Цифры вышли неоднозначные в разных регионах, и представления о достатке оказались самые разные. К примеру, москвичи считают, что достойная зарплата – это не менее 100 тысяч рублей. Немного скромнее – Петербург – не менее 91 тысячи в месяц. А вот в Барнауле и Якутске людям для счастья хватит и 50 тысяч. Улан-Удэ – 54, Чита – 50 тысяч в месяц. В среднем по России достойная зарплата для жителя крупного города представляется в пределах 66 тысяч рублей. При этом почти половина опрошенных считает, что такого дохода они никогда не достигнут. Новости региона. Сегодня ночью сотрудники специального подразделения полиции задержали воронежца, которого подозревают в покушении на умышленное убийство. Мужчина совершил наезд на курсанта Воронежского института филиала Ивановской пожарно-спасательной академии МЧС. Подробнее в нашем сюжете. На видео, предоставленном региональным следственным управлением Следственного комитета, видно, как черный Мерседес проезжает по дороге перед Воронежским институтом противопожарной службы. Здесь, 1 апреля, на улице Краснознаменной курсанты занимаются уборкой территории. Автомобиль разворачивается и возвращается по встречной полосе, а потом, обозначив маневр, бьет со спины ничего не подозревающего курсанта и уезжает с места происшествия. Следователями Следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками полиции установлено местонахождение подозреваемого и он задержан по подозрению в покушении на убийство. Мужчина уверенно опознан очевидцем данного преступления, как лицо, совершившее наезд на курсанта МЧС. При проведении следственных действий мужчина воспользовался правом, предусмотренным статьей 51 Конституции Российской Федерации, не свидетельствовать против себя. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. 21-летний курсант Воронежского института филиала Ивановской пожарно-спасательной академии от удара автомобилем получил серьезные травмы. Сотрясение головного мозга, раны головы, ушиб грудного отдела и локтевого сустава, гематому голени, сообщает Следственное управление. Сейчас он проходит лечение. А за рулем Мерседеса предположительно находился 45-летний неработающий житель города Воронежа. Сегодня в ночное время сотрудниками спецподразделения полиции совместно со следователями регионального следственного комитета задержан 45-летний местный житель, который подозревается в умышленном наезде на 21-летнего молодого человека с целью его убийства. В отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса «Покушение на убийство». Статья предусматривает максимальное наказание – лишение свободы на срок до 15 лет. Следователями следственного комитета пострадавший признан потерпевшим и допрошен в этом качестве. По окончании лечения ему будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Установлены и допрошены очевидцы данного преступления. Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается. Учебное заведение Воронежский филиал Ивановской пожарно-спасательной академии от комментариев воздерживается. Автомобиль изъят как вещественное доказательство и перемещен на специальную стоянку. Вячеслав Запорожец, Валерий Бобкин, 41 канал. Долгожданное строительство Остужевской развязки будет стоить 5 миллиардов рублей. Оно рассчитано на три года и будет разбито на три этапа. О предстоящих планах в реализации масштабного проекта транспортной инфраструктуры в сюжете наших корреспондентов. Так выглядит Остужевское кольцо сегодня. Плотный поток машин и постоянные пробки – привычная картина для воронежцев. К примеру, я вожу ребенка на Машмет, с перевертки на Машмет. Для меня является большой проблемой. Мы стоим на Северном мосту очень долго, потом мы стоим здесь на первой Остужевской остановке. Если мы возвращаемся с Машмета, то на этом кольце мы можем простоять час и больше. Здесь постоянно пробка. Я здесь на работу езжу часто. И когда в выходные дни дорогу иногда не уступают водители, культуры, можно сказать, не айс. Местные жители, кажется, уже смирились с подобным явлением. А потому новость о предстоящем строительстве Остужевской развязки пешеходы и водители восприняли с энтузиазмом. Говорят, что это решит многие проблемы. – Давно это у нас было начать. Вот посмотрите, какие тут пробки собираются утром, вечером. А сейчас начинается дачный сезон. В пятницу все в деревня едут. И тут вообще что-то творится. Я только за. – Смотрите, что творится. У тебя сполна. Они вот тут чуть ли не людей сбивают, ездят. Безопасность движения в первую очередь. Да много чего решит. Между тем, многие с трудом представляют, как во время строительных работ они будут добираться к общественным транспорту. – С одной стороны, конечно, хорошо, что развязку наконец-то сделают. А с другой стороны, это будет все перелыто. Я слышала, что не только будет развязка, но и что будет и Северный мост сделаться, и парк Дельфин. То есть здесь получится, что нам нужно будет куда-то на Димитрово идти, чтобы уехать. – Задачу-то нужно решить. Но прямо в ближайшее время, наверное, не стоит это начинать. Надо сначала подготовиться к ней. С мнением воронежцев солидарны в мэрии. Чтобы избежать транспортного коллапса перед началом строительства Остужевской развязки, городские власти намерены решить проблему с объездными путями. Уже намечен и конкретный маршрут, по которому планируется начать ремонт дороги. Мы уже имели негативный опыт строительства объекта на 9 января, когда своевременно не были продуманы все необходимые объездные пути. И дабы не создавать там транспортного коллапса, я знаю, что у нас есть проект уже готовый по строительству дороги Минской землячки, для того, чтобы можно было перед тем, как мы активно войдем в стадию строительства Остужевской развязки, этот объект необходимо сделать. Эта дорога на Минской, на окраине города, в районе больницы электроника – богом забытое место. Не каждый водитель рискнет по ней проехать, да и ходить по ней не всегда приятно. – Постоянно, как хожу на работу, вижу одни мусорки, свалки. Буду только рад сидеть, сделают нормальную дорогу. Будет хоть какой-то проезд. Плюс на землячке сколько работ, складов стоит. – Я здесь живу более 10 лет и наблюдаю вот это бездорожье. И, скажем так, вот эту заброшенность. Летом эту дорожку немножечко погладят трактором. Всё. Строительство развязки на Остужево будет проходить в три этапа. Начало ремонтных работ запланировано на конец 2019 года. А пока скорректирована проектно-сметная документация. В настоящее время проект проходит корректировку. Разделён он территориально на три этапа, один из которых уже получил положительное заключение государственной экспертизы. В мае ожидаем получения экспертизы на два оставшихся участка. Так в проекте выглядит развязка на пересечении улиц Остужево и Ленинского проспекта. Движение с Северного моста и в обратном направлении будет осуществляться по эстакаде над проезжей частью. В центре эстакады предусмотрена разделительная полоса, где может пройти линия легкорельсового метро на случай, если этот проект в Воронеже будет всё-таки реализован. Саморазвязка будет иметь вид клеверного листа со съездами во всех направлениях. Первоначально стоимость Остужевской развязки оценивалась почти в 3,5 миллиарда, но с тех пор прошло уже 7 лет, а с ними изменились и возможные затраты. 5 миллиардов – это слишком дороговато. Для такой развязки это слишком дороговато. С учётом того, что они планируют именно сделать надземное метро, уже проложить, как бы заготовить, сделать заготовку для метро. Но будет ли она функционировать или нет? Но бабки-то отобьются. Бабки чьи? Наши с вами, правильно, да? Большинство водителей мечтает побыстрее воплотить идеальную картинку проекта в реальность. Ну, какие предложения? Начать это побыстрее, в темпе работать, как работают китайцы. Они проходят в день 70 километров транспортного пути. И нам бы так бы. Ну, не 70, но хотя бы 35, половина. Вот если бы хорошо было, если бы мы начали бы в мае, а к дню этого автомобилиста закончили, 26 октября. Увы, но так быстро и не получится. Предположительно, развязку Настужева построят в 2022 году. Галина Жукова, Дмитрий Хлебный, 41 канал. В подземном переходе возле Политехнического института люди вынуждены подсвечивать себе дорогу мобильными телефонами. Почему там так темно, попытался выяснить Игорь Захарченко. Комната страха. Чем-то такое страшное. С солнечного, светлого тротуара пешеходы спускаются в кромешную поначалу тьму. Что-то разглядеть можно, лишь постояв здесь с минуту, пока глаза привыкнут. Сверху свисают провода и куски арматуры. Темные закоулки, где раньше были магазины, завалены мусором. Во всем переходе горит всего одна тусклая лампочка. Хотя все плафоны вроде на месте. Живем мы здесь 50 лет. Был прекрасный переход. Было все ухожено. Теперь невыносимо, потому что типа трущобы. Ни одной лампочки не горит. Поначалу были все лампочки включены, а теперь одна лампочка горит. Покрашен переход в темный цвет. Было все у нас светло. Я помню, когда его строили в 75-м году. Мы на субботник сюда ходили. Вот тут вот все вычищали, делали. Это был 75-й год, так сказать, трамваи еще ходили. Тут вот были два таких кармана под трамвайную остановку. Ну, конечно, то, что он превратился, черт знает что. Ведь пожар-то из-за чего? Вот эти несанкционированные киоски, шаурма, она же загорелась. Полоса невезения для перехода у технического университета началась с пожара в декабре 2017 года. Переход выгорел полностью. Летом следующего года здесь провели косметический ремонт, выделив на это аж 200 тысяч рублей. А в конце марта этого года здесь установили 20 новых светильников. Но путь пешеходам они освещали недолго. В управе Коминтерновского района нам разъяснили, мол, плафоны в переходе бьют каждую неделю, каждую неделю вставляем новые, и их опять бьют. Верится в это с трудом. От комментариев на микрофон чиновники управы отказались. В мэрии же сейчас вовсю ищут консессионера, который взялся бы за капитальный, а не косметический ремонт перехода. Возможно, темнота здесь выгодна властям хотя бы за тем, чтобы его убогое состояние не так бросалось в глаза. Игорь Захарченко, Дмитрий Хлебный, 41 канал. А сейчас прогноз погоды в Воронеже и Воронежской области. 11 апреля. В регионе облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный от 4 до 5 метров в секунду. В Бутурлиновке, Лисках, Нижнедивицке, Рамонии и Семилуках плюс 19. В Богучаре, Острогорске и Павловске 20. В Боброве 21. В Борисоглебске завтра рекорд 22. В Воронеже воздух прогреется до 20 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер 3,5 метра в секунду. 11 апреля в Православии почитают святого Марка, епископа Арифусийского. Этот мученик прославился тем, что яростно боролся с одолпоклонством. Он своими руками разрушил языческий храм, а на его месте построил христианскую церковь. Когда в IV веке император Юлиан Отступник решил возродить язычество, и христиан снова стали преследовать, святитель Марк добровольно отдал себя в руки палачей. Святой стойко перенес все мучения, и, видя это, жители города отпустили его на свободу. А многие из них перешли в христианство. На Руси 11 апреля было принято посещать березовые рощи, обнимать стволы деревьев и прислушиваться к сокодвижениям. Считалось, если сока много, то скоро окончательно потеплеет. Уважаемые телезрители, 41-й канал в Воронежской области не отключается в связи с переходом федеральных и местных каналов на цифровое вещание. Мы продолжаем эфирное аналоговое вещание на 41-й телевизионной частоте. Мы по-прежнему работаем для вас 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. И это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406, пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41-го канала. Смотрите Воронеж. События «Факты» в телевизионном эфире в 6, 7, 9 часов утра, ровно в полдень, в 19.30, в 20.30 и в полночь по московскому времени, а также на нашем канале в интернете. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире 41-го телеканала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...